Адвокаты Олега Сорокина подали апелляцию в суд с просьбой изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Были выделены следующие аргументы. Необоснованность обвинения, состояние здоровья Сорокина и поручительство со стороны ряда известных людей, таких как экс-губернатор региона Валерий Шанцев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий, певица Надежда Бабкина, телеведущие Дмитрий Дебров и Арина Шарапова. В свою очередь, сторона обвинения настаивала на содержании Сорокина под стражей, так как по версии прокуратуры и следствия, при иной мере пресечения он сможет оказать влияние на ход расследования, либо вовсе скрыться. Сам Олег Сорокин не находился в зале суда, а общался с судьями и адвокатами из следственного изолятора по видеосвязи. Я что, в семье загринял преступников? Нет. Моя семья всю жизнь жила в уездном городе, родители, работали врачами. Я что, в свое действие провел в колонии несовершеннолетним? Нет, я закончил среднюю школу, поступил в университет. Я пошел в армию, отслужил два года, что в северочные времена, не очень, так сказать, модные и популярные задания, задятия. Я свою трудовую деятельность по возвращению из армии начинал простым рабочим, дорожным рабочим, вервал асфальт. Потом я был обувным мастером. Только потом я сумел основать свое дело. Я что, не платил налоги, я ежегодно платил налоги и за эти годы, свою трудовую деятельность, я заплатил миллиарды налогов в казино. Я создал несколько тысяч рабочих мест в сегодняшний день в Нижнем Новгороде. И я в праве рассчитывать на то, что государство будет относиться ко мне соответствующим образом. Несмотря на этот спич и аргументы адвокатов, суд принял решение оставить их с главу города в СИЗО до 17 февраля. Постановление Нижегородского районного суда от 19 декабря 2017 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сорокина Олега Валентиновича оставить без изменения апелляционную жалобу с дополнением адвоката Лебедева без удовлетворения. Адвокаты Олега Сорокина с этим решением, естественно, не согласились. Конечно, это несправедливость и беззаконие. Ну, что можно сказать? Ну, в таких реалиях живем. Ваши дальнейшие действия какие? Ну, пытаться будем обжаловать. У нас, к сожалению, очень мало возможностей. Ну, подадим конституционную жалобу. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует...